Разминка – обязательная составляющая подготовки к серьезной спортивной нагрузке. А этим людям в легкой беговой одежде испытание предстоит весьма непростое – пробежать марафон. 42 километра, 195 метров. Проект «Марафон у дома», который реализуется третий год, добрался до Щелкова. С ноября по апрель каждое воскресенье беговые клубы Москвы и Подмосковья приглашают к себе собратьев по увлечению. У памятника Пушкину, откуда обычно начинают забеги принимающая сегодня сторона, клуб Щелкова «Ранерс», собралось порядка ста человек – Москва, Мытища, Королев, Жуковский, Раменская и другие города Подмосковья. Эта задумка как раз была взята от того, что беговой сезон заканчивается в ноябре, и люди придумали такую штуку, что каждый в своем районе проводит совместную пробежку в домашний клуб, приглашает своих друзей. Дистанция в основном где-то полная, 42 километра, но можно пробежать от одного километра до полной дистанции. Сколько ты сможешь, сколько ты хочешь. На старт, внимание, марш! Бегут несколькими группами с разным таймингом. Каждый сам выбирает для себя группу с подходящей скоростью. Никто не убегает вперед, отстающих поджидают. Такая совместная пробежка. На автотрассы не выбегают, маршрут проходит по деревням и поселкам. Первая половина марафонской дистанции прошла через Мальцево, Загорянку, Валентиновку, Бурково, до Королева и обратно. Так встречали бегунов-марафонцев у Загорянского музея. Вот и финиш первой группы. Половина марафона, а это, напомним, около 21 километра, позади. Только что финишировали участники первой части марафонской дистанции. Около молодежного центра навигатор их ждет легкий обед, после чего, у кого остались силы, вперед еще на 21 километр. Уже третий год участвую в проекте. Очень нравится. Марафон, ультрамарафон и бегаю. Как сегодня бежалось? Ну, первую половинку сейчас пробежали, 22. Очень хорошо, погода отличная, беговая. Люблю, когда чуть-чуть зябка. Люблю новые места смотреть, никогда не был в Щелково. Я представляю клуб «Яузеран». В общем, можно сказать, что от нас пошла вся эта идея марафона у дома, который продолжается уже третий год. И с каждым годом у нас все больше и больше. И количество стартов, и количество людей. Если сначала это было десятки бегунов, потом это переросло в сотни, а сейчас несколько сотен. Один из самых возрастных участников марафона у дома оказался нашим коллегой, редактором отдела спорта «Газета Труд». Георгий Настенко рассказал, что в молодости был тренером по легкой атлетике и спортивному ориентированию. И до сих пор регулярно бегает на разных соревнованиях. В Щелкове ему понравилось. Ну, как здесь сейчас ребята провели, ну, просто идеально. Знаете, вот придираться не к чему, как говорится. И трасса интересная, и все продуманное. Для тех, кто посильнее, для тех, кто послабее. Все и по интересным местам, и не повторяется маршрут. Встречаются среди участников и такие экзотические для этого времени года, как наш гость из Королёва. А вы вот так вот всегда бегаете? Лето, круглые года. У нас бегать так, да. В общем, это же не всякая штука. Тем временем отдохнувшие и подкрепившиеся марафонцы стартовали в сторону Фрязина и Гребнева. А выполнившие свою норму, получили на память значки. И как нам потом рассказали, общая дистанция по Щелковским местам превысила классическую марафонскую и составила 47 километров. Проект «Марафон у дома» теперь продолжится через две недели в Балашихе. Ирина Микеда, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.